Власти Алтайского края намерены развивать торговлю в киосках и палатках. Как считают в Управлении по предпринимательству и рыночной инфраструктуры региона, продажи в нестационарных торговых объектах – перспективное направление предпринимательства, которое нужно поддерживать и поощрять. Об этом на отчетной встрече рассказала заместитель начальника управления Галина Денишкина. В условиях развития торговых сетей сохраняется необходимость расширения рынка сбыта продукции малых производств. С этой целью управления совместно с муниципальными образованиями проводилась работа по созданию условий для развития малых форматов, как значимого канала продаж. Так, увеличено количество нестационарных торговых объектов на 75 единиц за счет павильонов круглогодичного размещения автолавок в торговых палатах сезонного размещения. Прирост составил 101,9 к 2021 году. Обеспечен рост количеством нестезонной торговли для реализации гражданами собственной плодочной продукции. По краю на льготной основе использовалось 442 места, размещаемых преимущественно в местах высокого покупательского трафика. Прирост к 2021 году составил 15,1%. Здесь следует отметить города Барнаул, Бийский, Равое и Алтайский район. Всего в 2022 году в регионе работало 4000 нестационарных торговых объектов, киосков, палаток, фургонов и других. Для сравнения, стационарных почти 14,5 тысяч, что в 3,5 раза больше. Однако, если в столице региона и городах с туристическим потенциалом это направление развивается, то в некоторых районах таких торговых точек просто нет, говорит Галина Денишкина. НТО отсутствует в семи муниципальных образованиях. Это Косихинский, Краснощоковский, Немецкий, Пангрушихинский, Суецкий, Успристинский, Хабарский районы. Есть мнение, что это обусловлено низкой рентабельностью такого бизнеса в этих местностях и малочисленностью сел. Для поддержки бизнес-направления и в городах, и в районах власть Алтайского края и муниципалитетов обновляют законодательство. На краевом уровне инициировано принятие краевого закона, продлевающего сроки действия разрешительных документов на право торговли. Предусмотрена возможность для муниципалитетов закреплять в схемах размещения НТО маршруты или зоны движения объектов мобильной торговли. Увеличено периодичность несения изменений в схемы размещения инстационарных торговых объектов до одного раза в квартал. На муниципальном уровне проведена работа в части предоставления товаропроизводителям преференции для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов. Галина Денишкина подчеркнула, что перед властью стоит задача сохранить и увеличить сеть нестационарных объектов. В регионе будут поддерживать сезонную и развозную торговлю, давать преференции для производителей вблизи крупных торговых объектов и создавать больше точек продажи. Интересно, как меняется политика власти в этом вопросе. Лет 10 назад позиция была противоположной, особенно в краевой столице. Сначала Барнаул очистили от многочисленных и справедливости ради уже довольно старых киосков. Затем ликвидировали уличные палаточные рынки. Их перевезли в стационарные здания под крышей. Чуть позже дошли до садоводов. Впрочем, им тоже предоставляли торговые места в металлических палатках с козырьком. Но в последние 2-3 года в Барнауле вновь стала развиваться торговля в нестационарных объектах. Мини-пекарни, кофейни, цветочные, молочные и мясные киоски. Правда, разница в том, что сейчас такой способ продаж имеет законы и правила, которые нужно соблюдать, чтобы развивать это направление предпринимательства. Галина Юмашева, Александра Черданцева, Бизнес-ФМ, Барнаул.